Преступные группировки создавались не только в лихие 90-е, они продолжают появляться сегодня. Одно из самых современных мафиозных сообществ является банда Ара Армавирского. Арам Мурадян, известный вор в законе по прозвищу Арармавирский, был коронован в 2012 году. На тот момент ему было уже 45 лет. Он отличался жестким и беспощадным характером. В течение нескольких лет держал в страхе практически весь Краснодарский край. Вскоре он перестал действовать в одиночку. Вместе с Гориком Дахаяном и Виталием Авшаряном создал преступную группировку. Но каждый свой шаг они строго контролировали. Вели преступную деятельность так, чтобы со стороны закона у них проблем не возникало. Например, в 2017 году они организовали сложную махинацию, которая позволила им забрать у местной жительницы Армавира по имени Наталья 3 миллиона рублей за счет вымогательства. В июне 2017 года по делу преступной группировки состоялось следствие. Практически сразу же сотрудниками ФСБ был задержан Виталий Авшарян. Он был признан виновным в совершении преступления. 25 июля состоялся суд, по решению которому он был переведен на домашний арест, где продолжает находиться и сегодня. Армавирскому удалось скрыться в Анапе, но в 2018 году они были найдены. Кроме того, во время обыска у них было обнаружено наркотическое вещество и оружие. Огнестрельное оружие и боевые припасы – это лишь один из эпизодов. В ноябре 2018 года состоялся суд, на котором был вынесен вердикт арестовать Армавирского на 7 лет. В настоящий момент он продолжает отбывать наказание в исправительной колонии. В ходе следствия также была установлена связь криминального авторитета с государственными органами и правоохранительной системой.